Неспокойным выдался вечер вторника у пожарных. В пойме Аки разбушевался огонь. На борьбу с горящей травой выехали около десятка машин. В эпицентре пожара находился и наш корреспондент Максим Ларин. Возгорание за моей спиной. По предположительной версии, горит трава в пойме Аки. Мы находимся близ населенного пункта Дубровича. Сейчас начало девятого вечера, и пожарные расчеты только-только прибывают на место тушения. Хотя, судя по масштабу возгорания, пожар продолжается несколько часов. И таких возгораний по всему региону множество. Примерно шесть возгораний зафиксировано лишь в этой пойме. Несмотря на тенью погоду, минувший день стал для пожарных горячим. Специалистам трудно судить, что стало причиной. Целенаправленный поджог или неосторожность людей, охотников, рыбаков или просто местных жителей. Очевидно одно. Человеческий фактор в основе. На пульс пожарной охраны сообщение о возгорании в этом районе поступило примерно в семь вечера. Пожарные расчеты стали перебрасывать сюда с других горячих объектов. Островки пламени до особого распоряжения тушили вначале ногами, позже бронзбойцами. Всего на этот участок прибыло около десятка пожарных бригад. Специалисты утверждают, угрозы для населенных пунктов нет. Частично территория заболоченная и находится отрезана водой. В настоящее время пять очагов ликвидированы, остался один на площади около трех гектаров. Производится дотушение. Несколько часами ранее подобное возгорание пожарной тушили около Мурмина. А в районе трассы Рязань-Солодча вот уже больше месяца задымление. Иногда оно становится настолько сильным, что запах ощутим и в областном центре. Причину установили еще в сентябре. Изначально горела несанкционированная свалка. Затем пламя перекинулось на лесную подстилку. И хотя открытого огня сейчас не наблюдается, подстилка продолжает активно тлеть. До конца не ясно, опять же, является ли это целенаправленным поджогом или неосторожностью. В любом случае, утверждают сотрудники МЧС, ситуация в регионе остается напряженной. Максим Ларин, Елизавета Дорохина и Сергей Громотелев. Вести. Рязань.